В апреле 2017 года ВВС США сбросили мощнейшие заряды на таинственный объект в глухой афганской провинции, объяснив это военной операцией по уничтожению скопления боевиков. Но, по слухам, крупнейшее неядерное оружие было применено против далеко не людей. Мне даже думать об этом страшно. Военный самолет британского королевского флота совершает очередной полет в одной из афганских провинций, когда в него прилетает ракета и машина падает. Летчики катапультируются. Парашюты опускаются в горах, где их находят боевики-афганцы. Капитан Кейт Синклер приходит в себя, но тут же слышит приказ поднять руки. Второй пилот незаметно вытаскивает пистолет, но успевает только повернуться и тут же получает пулю в грудь. Один из нападавших идет к пилотам и Синклер, прикрывшись его телом, открывает огонь по противнику. После она бросается к своему напарнику, но тот умирает у нее на руках. Женщина отправляется в далекий путь к базе, пытаясь вызвать помощь, но связи нет и надеяться можно только на себя. В это время на место крушения приезжает еще одна группа боевиков, и один из выживших указывает путь, по которому ушла женщина. Группа бросается в погоню. Синклер видит их машины и, приготовившись отражать атаку, вдруг замечает неподалеку старый советский бункер. Она бежит к нему, но двери закрыты. Приходится принимать бой, спрятавшись за давно сгоревшим автомобилем. Боевики стреляют в нее из гранатомета, что распечатывает железные двери бункера. Синклер проникает внутрь, где натыкается на глубокую вертикальную шахту и, услышав позади звуки погони, спускается вниз. Женщина долго идет по коридорам, не понимая, для чего было сооружено это строение. Боевики, преследующие ее, тоже задаются этим вопросом. Наконец, Синклер доходит до комнаты, где находит мумифицированное тело, перед которым лежит листок бумаги с просьбой о прощении, написанной на русском языке, и камеру с микропленкой. Она идет дальше и выходит в большой зал, где ее и настигают боевики. Афганцам удается включить электричество, и в тусклом свете люди видят ряды стеклянных емкостей с похожими на человеческие телами внутри. В этот момент они замечают беглянку, и ей приходится открывать огонь. Начинается перестрелка, но силы не равны, и пилоту приходится прятаться. Афганцы палят направо и налево, разбивая одну из емкостей, куда выпадает тело непонятного существа, которое тут же принимается пожирать погибшего ранее боевика. В это время капитан все же попадает на мушку одного афганца, но убивает его сигнальной ракетой и вступает в перестрелку с оставшимися преследователями. Женщина добирается до лестницы и лезет наверх, и когда она почти выбирается из подземелья, ее хватает за ногу последний оставшийся в живых афганец. Он тянет ее вниз, когда его убивает поднявшийся из глубины монстр. Женщина бросается к выходу. Ей удается закрыть двери прямо перед оскаленной мордой чудовища, но тут же ее встречает автомат, дежурившего наверху боевика. Но тот, увидев монстра, бросается бежать. Синклер долго бредет по коридорам, пока не находит дорогу, где ее сбивает армейский джип. Военные оказывают ей помощь и везут в свой лагерь. Синклер рассказывает майору Финчу о пережитом, но он не верит ей, списывая все на шок от потери самолета. Пилот напоминает о своих боевых заслугах. Она вовсе не истеричная барышня. В этот момент в лагерь возвращается разведка, задержавшая сбежавшего от бункера боевика. Майор иронизирует по поводу секретных русских бункеров и вовсе не намерен искать его. Да и женщине придется остаться пока тут, потому что в ближайшее время никакой связи с внешним миром не будет. Капитана отправляют в лазарет, но по дороге она сталкивается с рядовой Лафайет, которая украла ее медальон. Сержант Том Кук разнимает женщин и приказывает вернуть имущество Синклер. Оказывается, военные в курсе привычек женщины. Хук ведет капитана к врачу, по дороге рассказывая о своих сослуживцах. Майор Финч оказался разжалованным полковником, который пострадал из-за действий Хука, поэтому тот добровольно сопровождает его в самых горячих точках. Лафайет – клептоманка. Эверет случайно прострелили ногу сослуживцу. От Серана забеременели сразу две дочери генерала, а Уилкс сидел на препаратах. Синклер иронизирует о том, что ее спасатели – грязная шестерка. Позже доктор обрабатывает повреждения Синклер, удивляясь необычным ранением, а она просит пленного афганца рассказать о том, что видел у бункера. Но тот молчит. Хук просит Синклер уточнить, где находится бункер, потому что в этом районе он давно, но ни о чем подобном не слышал. Капитан просит планшет и пишет русские буквы, которые запомнила из надписи на двери бункера. Неожиданно начинает говорить афганец, который, как оказалось, знает русский, и переводит ее письмена, как предупреждение не открывать. Кстати, английским он тоже владеет. Мужчина подтверждает рассказ Синклер, но со времен вывода войск СССР прошло 30 лет. Человек не прожил бы столько под землей незамеченным. Кабир подтверждает, что это вовсе не люди. Наступает ночь. Эверетт и Лафайетт обсуждают произошедшее Синклер, но женщина не верит ее истории, как, впрочем, и высшее командование, которому Финч доложил о рассказе пилота. Тем временем Синклер начинает допрос Кабира, но он всего лишь водитель, и не стрелял в ее самолет. Его никто не спрашивал, хочет ли он служить Талибану, и у него семья. В это время Сирана меняет стоящего на часах Эверетта, и тот отправляется в палатку, но замечает странное шевеление в темноте, и возвращается назад. Но его сменщика нигде нет. Военный отдает приказ к бою. Оказывается, лагерь окружили непонятные существа. Значит, Синклер говорила правду. Начинается ночной бой, в котором гибнут некоторые военные. Майор приказывает Синклер оставаться в медицинской палатке и охранять Кабира, а сам уходит к своим людям. Военные отстреливаются, но, похоже, существа слишком живучи. Жертв становится все больше, когда в медпалатку прорывается один из монстров. Он бросает Синклер на кушетку и выпускает странные щупальца, которые протягиваются к ее горлу. Кабир находит свой конфискованный ранее кинжал и обрезает щупальца, а потом убивает монстра, после чего находит пистолет Синклер. В живых остается все меньше защитников лагеря. Майору удается убить одного из монстров битой, когда пришедшие ему на помощь подчиненные сообщают об отступлении уцелевших к арсеналу. Люди прячутся внутри бронированного бункера. Кабир рассказывает, что в его деревне предсказывали вторжение русских, потому что незадолго до этого с неба упала звезда. Началась война, где его отец сражался на стороне моджахедов. В 1988 году наступил переломный момент, потому что афганцы получили помощь в вооружении, но тут по ночам начали пропадать люди. Иногда удавалось найти разорванные тела. И тогда его отец возглавил охоту на неведомого зверя, но тоже пропал. Всего деревня потеряла 46 жителей. Все прекратилось, когда ушли русские. Утром люди выходят из укрытия, но в лагере нет тел ни монстров, ни людей, а следы ведут к советскому бункеру. И все же одно тело существа удается найти. Его укладывают на стол, и доктор начинает исследовать труп. Зубы похожи на акульи и обладают той же взаимозаменяемостью, а кожа настоящая броня, но плавится под солнцем. Доктор приходит к страшному выводу. Внутренние органы чудовища идентичны человеческим. А это значит, что существо сделаны людьми гибрид. Майор извиняется за недоверие. Перед самым нападением он узнал, что английская разведка давно следила за этим сектором, так как были сведения о секретной базе русских в горах. Видимо, советы смогли внедрить чужеродную ДНК в организм человека. А взяли они ее из внеземного объекта, который в 1979 году вошел в атмосферу земли над Сибирью и упал в Афганистане. Русские отправили исследовательскую группу и нашли летательный аппарат. И он так понадобился советской власти, что была инициирована война в Афганистане. Майор призывает дать бой, потому что иного выхода у них нет. И в этот момент тварь оживает и начинает крушить все вокруг. Он опять захватывает Синклер своими щупальцами, когда майор с гранатой бросается к чудовищу и взрывается вместе с ним. Оставшиеся в живых пытаются связаться с руководством и подсчитывают оставшиеся вооружения, но связи нет, а патронов осталось немного. Синклер делится ощущениями. Монстр как будто скачивал ее мысли. Обсудив ситуацию, люди решают бить первыми и уничтожить бункер. Кабир отправляется с ними, потому что намерен отомстить за отца. Синклер признается ему, что тоже потеряла мужа, так что ее сын растет без отца. Группа выезжает к бункеру, намереваясь взорвать его. Они входят внутрь, когда взрывчатка уже готова. Хука утаскивает монстр. Он падает в шахту. Синклер прорывается пойти за ним, но друзья против. Она уже ничем не поможет. Военные готовы привести бомбу в действие, когда оживает рация, и Хук сообщает, что жив. Он не сможет добраться до поверхности и приказывает исполнять их план. Но пилот объявляет, что она идет за ним. И остальные поддерживают ее решение. Докторы оставляют наверху для управления лебедкой, а пятеро людей идут к шахте, когда на Хука нападает тварь. Корзина лифта спускается вниз, и теперь существа знают, что у них гости. Группа отправляется искать Хука, в то время как доктор наверху получает предупреждение о бомбежке сектора через 20 минут. Кабир остается держать оборону, а остальные проходят дальше, в то время как Хук убивает своего противника и идет навстречу группе. А наверху к бункеру подходят моджахеды, пока Синклер и Лафайет находят останки своих сослуживцев и огромный анклав, внутри которого содержится ужасное существо, питающееся ими. Хук выходит на связь, но тут монстры идут в атаку, а доктору приходится вступать в перестрелку с противником. Группа внизу объединяется и пробивается к выходу, пока доктор ведет неравный бой. Людям удается закрыть двери, но существа рвутся наружу, и один из военных остается, чтобы дать время сослуживцам спастись. Второй отстает Лафайет. Она понимает, что иначе погибнут все. Заметивший это Хук возвращается на помощь. В это время в машину доктора проникает враг, и он вступает в рукопашную схватку. Лафайет отбивается от монстра. Появившийся Хук помогает женщине, но она все же погибает, когда трое оставшихся в живых добираются до корзины. Но лебедка не работает, так как доктор занят другими делами. Твари все же вырываются из-за двери. Звучит взрыв, убивающий несколько существ. А доктор, отбившись от нападения, включает лебедку. Но Хаммер не выдерживает нагрузки. Его тянет к провалу. Доктор выбирается наружу, и под пулями врага пытается удержать машину. Внизу монстры доходят до самой корзины. Люди принимают бой. Доктору не удается удержать машину, и она въезжает в ворота бункера, когда Кобира хватает существо, на руке которого сохранились часы его отца. Он борется с чудовищем, когда автомобиль обрушивается в шахту. Взрыв отбрасывает Синклер прочь, а доктор все-таки попадает в плен. И тут, к корзине, где приходит в себя Синклер, выбирается уцелевший Хук. Остальные, увы, погибли. Наверху моджахеды ставят доктора на колени, готовясь обезглавить его. Когда звучат выстрелы выбравшихся наверх Синклер и Хука, троица бежит к машине, когда над ними появляется бомбардировщик, выпускающий бомбу на бункер. Машину героев накрывает облаком песка, и она глохнет, а в это время их лагерь обыскивают прибывшие туда военные, но камеры не обнаруживают. Доложив об этом, они получают приказ возвращаться, так как монстры имеют привычку оживать. Троица выживших смотрит на гриб, поднимающийся над бункером, когда Синклер вытаскивает из кармана камеру с микропленкой, которую ей отдала Лафайет, стащившая ее по привычке у майора. Пора ехать, но машина не заводится, и последнее, что слышно, голоса, умоляющие автомобиль не подводить. Картина просто потрясает своими открытиями. Вот она причина войны в Афганистане. А еще можно гордиться советскими учеными 80-х, ведь они делали такое, что не под силу современным умникам. Правда, почему-то не уничтожили опасный бункер, в котором 30 лет все идеально работает. Даже электричество. Но не будем придираться, сюжет динамичен, а актеры харизматичны, так что смотрите наш канал, подписывайтесь на него и ставьте свои оценки.